здравствуйте вы смотрите правила съема в студии я ольга москвина и тема нашей сегодняшней передачи как снять квартиру и не пожалеть об этом согласно информации экспертов цены на аренду жилья в этом году на 10-15 процентов понизились в эконом-классе сравнении с предыдущим годом а в элитном сегменте вообще на 30 50 процентов то есть понимаете отличный момент наконец-то принять решение и снять уже себе отдельную квартиру или комнату для всех тех кто давно об этом задумывался но никак не мог решиться однако в стремлении сэкономить важно не потерять бдительность и помнить обо всех тех подводных камнях которые поджидают начинающего арендатора на большом и сложном рынке аренды найма жилья о том как пройти этот путь успешно и снять действительно хорошую квартиру по выгодной цене мы поговорим сегодня с нашим экспертом в студии знакомьтесь это александр богомолов старший эксперт агентства недвижимости и факапитал александр богомолов старший эксперт агентства недвижимости и факапитал профессионально работает на рынке недвижимости с 2010 года получил опыт в крупных московских компаниях в том числе мель имеет юридическое образование здравствуйте александр ну давайте начнем с главного вопроса денег если какие-то базовые советы для арендаторов которые вот только пришли на этот рынок еще не совсем в курсе как вообще складывается цены на недвижимость на аренду сколько им предстоит заплатить и когда о том вот как подготовиться и как сформировать свой бюджет на аренду но в первую очередь вы должны понимать свой бюджет в целом до сколько вы готовы будете потратить при аренде жилья потому что плата за аренду как правило взымается это первый месяц проживания депозит за последний месяц проживания и часто бывают еще большей степени что придет заплатить за услуги агент то есть если мы берем средней цене где-то в районе там 25 тысяч рублей да я сейчас не говорю про район просто самого цена такая то это где-то получается 75 тысяч понятно а вот ежемесячная плата она потом уже у нас стандартная до из месяца ежемесячная плата стандартная ту которую вы прописываете по договору но соответственно плюс еще коммунальные платежи это как вы договоритесь собственником жилья либо 25 тысяч рублей вы бы туда будут входить коммунальные платежи вы будете платить только за свет электричество воду до горячий холодно либо все вместе он потом сам это оплачет это часто очень бывает тем более сейчас в условиях кризиса и того что цены падают на недвижимость и на аренду в целом люди как правило идут на такое что в 25 входит уже абсолютно все в условные 25 до как я бы 25 потому что это может и 25 и 28 и 30 а в среднем вообще ежемесячный вот коммунальный платеж по москве ну предположим вот на однокомнатную квартиру до такого комнатная квартира где-то в районе двух с половиной трех тысяч рублей в зависимости от прописанных то плюс по счетчику плюс до плюс коммунальный то есть еще электричество и это сколько то есть а все в целом получается сколько выйдет около трех тысяч надо закладывать бюджет сверх арендные платы либо пытаться договориться либо пытаться договориться до плюс счета питерный сезон там арена коммунальные платежи будут дороже потому что все-таки отопление а вот этот наш первый проблемный самый месяц для многих людей я думаю будет достаточно сложного так взять и сразу выложить там 75 тысяч до если квартир 25 а если 35 так вообще там огромные деньги есть какие-то вообще возможности раскидать по месяцам часть этой суммы там депозит например как вообще какая практика в первую очередь надо видеть непосредственно собственника общаться с агентом это одно общаться непосредственно с на внимателем это другое потому что агент все равно будет своих интересов по большей части выступать потому что он за это деньги получают не вы снимите так снимет кто-то другой вопрос времени если для него это время особо не важно поэтому он на переговоры не пойдет желательно собственником разговаривать пусть даже присутствие агента объяснять ситуацию что возможно вы студент либо вы молодая семья там допустим знаю ситуации могут быть разные как-то депозит этот обычно разбивается можно разбить там на два месяца на три месяца в зависимости либо с тем же агентом сам поговорить тем более сейчас агенты в условиях того что арендная оплата снижается и рынок недвижимости затоварен как в продаже да так и в аренде соответственно я думаю что агенту проще немножко сбавиться своей комиссии и благополучно сдать то есть это тоже вполне возможно то есть я правильно понимаю что можно и с агентом попробовать договориться о какой-то скидки что есть это обычный торт и еще раз проговорим что собственником разговаривать можно это не заморщая нужно нужно можно и не стесняться нет абсолютно нет торговаться со всеми торговать со всеми я не думаю что стоит толпа народу сейчас людям которые завидуют то есть нет сейчас такого сильного спроса не действительно хорошая да да рынок упал процентов 10-15 конечно да немножко цена ушла но все равно от этого не изменилась ситуация в обратную сторону то есть не прибавилось желающих снимать квартиры то есть соответственно у людей деньги они тоже постепенно уходят и их становится меньше понятно так значит александр первый пункт мы разобрались бюджетом да мы определили что нужно подготовиться к первому месяцу нужно заложить сумму в тройном размере это первый месяц аренды это депозит и это оплата услуг риэлтора правильно но не пугаться этой суммы потому что на месте вы можете поторговаться и с риэлтором и поговорить с собственником жилья о том чтобы раскидать депозит и в итоге сумму вас получится не такая уж страшная вполне себе подъемная правильно да правильно важно верно еще помнить при этом чтобы определять бюджет на месяц чтобы у вас еще оставалось на на жизнь потому что на те же сам это на аренду но в принципе есть еще некоторые способы каким образом можно обойти допустим того же агента коллеги на меня могут конечно съесть за это да нет вы нам расскажите но такое часто бывает на самом деле когда приходит риэлтор сдает квартиру и он не готов сбавляется своей сумму со своей комиссии какой-то торг до определенные то люди просто выжидают время запоминают тот же самый номер квартиры риэлтор уходит возвращается без риэлтора но в случае если собственники живут в этой квартире не бывают до возвращается и объяснять ситуацию что мы не можем за услуги вашего риэлтора платить большие деньги потому что по факту риэлтор который сдает он для человек который арендует он не делает абсолютно ничего когда допустим я сдаю какие-то помещения либо квартиры либо комнаты и так далее я все-таки конечно же человек которому я оказываю слугу я считаю что по отношению к другим это будет честно потому что я сам оказывался такой ситуации когда приходилось снимать квартиру и платил за услуги риэлтор будучи риэлтором я не шел в обход человека хотя там была такая хозяйка которая бы сказала хорошо не вопрос заплатили просто торговались на половину стоимости услуг то есть опять же да то о чем мы говорили ранее да не боятся торговаться этого абсолютно прилагать стоимость я думаю что в этом нет ничего страшного а вот все-таки для новичка арендатора что нужно понимать какие факторы увеличивают стоимость жилья место расположения это от метро близость к метро до 1 метро соответственно инфраструктура сама по себе что вокруг находится если рядом несколько магазинов значит квартира уже может быть дороже дальше в том месте где особо то есть это ценообразующий фактор еще он может сыграть роль соответственно от района тоже зависит вот какие у нас самые такие доступные сейчас в москве районы самые доступные конечно это у нас получается в районе от родной алтуфьева марина домодедовская изминки выхина это то что вот недорого до щелковской станции метро и там нужно снять вполне приличное жилье и правда жилье можно снять да конечно но вопрос контингент который для кого-то это тоже очень но тут все от бюджета опять же от бюджета на определенный риск да и от приоритетов может быть кого-то просто работа рядом и он не готов тратить время на переезд метро либо в общественном транспорте либо в своем собственных пробках стоять проще дойти и поэтому он готов идти на определенные уступки с чем-то мириться а вот наличие ремонта какого-то хорошего в квартире сильно она влияет мебели там часто бывает что арендатор предлагает просто тому кто бы арендовать у него квартиру что в счет стоимости проживания он просто покупает то есть таким образом получается ты находишь квартиру может быть в ней нет мебели да но ты можешь подобрать на свой вкус да еще и скидку грубо говоря получила просто ты потом оговариваешь эти моменты что вы оставите в этой квартире до что заберете с собой это я могу просто пример привести из своей практики мы приобретали квартиру в новостройке с муниципальным ремонтом там не было абсолютно ничего нашли людей с ними пару кто будет снимать то они видели что у нас без мебели договорились с ними они даже сами предложили что мы покупаем вам кухню стиральную машину привозим там да допустим там какой-то шкаф кровать там диван и это в счет мы это вам потом оставим нам как собственником этой квартиры было очень выгодно потому что когда они съезжают у нас полностью меблированная квартира здорово можем пересдать уже с учетом того что она обставлена и дороже и собственно говоря быстрее то есть получается что в общем пункты на стоимость влияют разные но при этом в каждом из них можно как-то лавировать и если у тебя бюджет ограничено это не значит что ты обязательно с ними что-то отвратительное с дараканами и в ужасном каком-то районе мы можем выбрать район просто подешевле но при этом снять квартиру близко к метро правильно мы можем снять может быть не так близко к метро но допустим в паре остановок трамвайных или троллейбусных если эта остановка рядом с домом тоже получается достаточно 2 остановки доехать но я думаю что 15-20 минут даже те же самые пешком если конечно только не снимаю там для пожилой женщины там до своей мамы и бабушки даже время пока как он делает ремонт своей квартире при себя на месте но такое тоже сложность передвижения а если человек среднего возраста либо молодая пара в 15 минут я не думаю что это проблема можно и дойти с местоположением мы вроде разобрались с ремонтом тоже ремонт у нас может и не быть слишком хороших квартире может и мебели не быть но в принципе это повод не расстраиваться а пообщаться собственником квартиры по поводу самостоятельного до выполнения какого-то мелкого ремонта закупки мебели в счет стоимости аренды то есть и себе хорошо и сэкономили и собственнику хра и вот еще один пример из практики тоже арендовали квартиру там даже за счет аренды поменяли окна на первом этаже ребят за счет стоимости аренды мы так договорились что это входит мы вам просто не платим какое-то время определенную давно поставим себе здесь получается как у вас были старые окна вы за счет стоимости аренды меняете это живете в комфорте но при этом не платить слушайте это прекрасно получается история вы сняли дешевую квартиру со старыми окнами да можно сделать косметический ремонт и заключить договор просто на длительный срок зарегистрировать его чтобы уже наверняка да этот все это рассчитать вместе с ним на снимодателем без проблем будете жить в комфорте все как вам нравится будет обставлено так при этом не будете платить на при этом вы платите получается легко хорошо потому что у него на выходе когда вы перестанете снимать у него квартира которая готова дальнейшая сдача ну либо даже может быть на продажу да и получать что он не тратит время на тот же ремонт и сразу можно продолжать развивать и все прекрасно так александр следующий пункт у нас вот человек значит определился с бюджетом выбрал себе район место конкретно где он готов смотреть квартиры набросал там себе список там по объявлениям или с риэлтором приехал смотрит на что он должен обратить внимание чтобы потом не пришлось ему горько пожалеть ну надо обращать такие внимание чтобы соответственно трубы были вполне нормальную да то есть чтобы нигде не текло чтобы у вас потом не было проблем что вам надо было постоянно вызывать сантехника либо самим все делать чтобы не было не перетечить то есть в ванную комнату заходим за обездано смотреть на кухне смотреть до под раковиной чтобы это все не текло он то есть обязательно надо обращать внимание как правило люди смотрят батареи вообще греет не греет да потому что разные радиаторы стоят бывает что даже вот при отоплении но холодно радиатор да и там ужасно холодно на это надо обращать внимание соответственно окна сами по себе если это не пластиковые окна новые да если старые пвх допустим ду продувает не продувает тоже нет определенную и наверное наверное стоит обратить внимание еще на перепланировку вот у меня с этим есть такая история моя приятельница сняла квартиру свое время в отличном месте рядом с метро коломенское парк близко красота немало летом летом это ключевой момент потому что квартира была с хорошим ремонтом очень современная я там было много подтвердить все стильно но хозяева присоединили к кухне балкон за счет этого получилось просторно и красиво но балкон не был как следует утеплен видимо потому что наступлением осени приятельница моя просто взвыла там от холода потому что никакие батареи не спасали стеклопакеты не спасали вот этот присоединенный балкон превратил квартиру просто в какой то ледяное царство так что в окончании действия договора сразу же оттуда съехала вот наверное надо посоветовать нашим зрителям пообщаться может быть с консьержкой или с какими бабушками на лавочке по поводу вот с теми людьми я имею ввиду которые в курсе вообще кто там куда въезжает съезжает в этом подъезде потому что может быть кто-то подскажет что вы знаете а вот в этой квартире каждый год меняется арендатор ну консьержа и бабушки у подъезда это вообще такие негласные агенты по моему мне кажется ну имеет смысл да можно у соседей еще поинтересоваться в этом тоже нет ничего страшного по поводу перепланировок ну да в зависимости от того какая перепланировка если у вас просто студия либо вырезана как эта арка либо сдвинута дверь это одно дело но когда у вас убран блок балкона там конечно но здесь сразу и не скажет будет ли это все промерзать или нет да если есть конечно у вас какой-то знакомый человек который делает и занимается он специализируется на ремонтах либо на каком-то строительстве да то можно потому что у меня тоже было такое в практике просто пригласить посмотреть скажи пожалуйста вот здесь будет промерзать не будет зимой стоит она не стоит того тратить деньги на эту аренду или найти обычную квартиру до без вот этих изысков каких-то человек придет посмотрим потому что было такое когда действительно убрали вот этот блок стала промерзать и вызвали знакомого техник который занимается ремонтом сказал что здесь абсолютно ничего не утеплено нет никаких панелей там между вот этими прокладками там ничего не сделано здесь будет промерзать абсолютно всегда все это и чтобы это все переделать это дорогостоящее удовольствие поэтому здесь этим никто не заморачивается издает вы как она но так вот на дурачка кстати я подумал по поводу ремонта окон окна не только на тепло у нас влияет они еще шумоизоляция звукоизоляции то есть зависит от сколько там три слоя два слоя а что делать как понять надо зайдя в квартиру значит с агентом с хозяин сказать так а теперь пожалуйста минута тишины пройтись по комнатам и послушать получится ли заснуть вообще в такой квартире на карту тоже есть квартире где собирать допустим станции про щелковская черенка там начинается уже балашка и первого мая построили апартаменты высокая ташка на двадцати двух она прям вот прям как многие окна выходят нам там даже стеклопакет только беруши только да но там наверное экономит существ тут стоит смотреть соответственно если у вас квартира прям рядом с анкадом соответственно звук понят что будет шум постоянно эти да и соответственно здесь очень сильно повлияет на цены с дисконтом даже 40 процентов потому что два разных дома допустим в этом первом мая вот стоят эти апартаменты и за ним стоят уже другие дома ценник у них абсолютно здесь все зависит от того для чего вот я начал для чего человек снимает потому что либо он снимает чтобы там постоянно жить либо снимает чтобы переночевать будет он туда приезжать раза два в неделю может быть три до посменно работает потому что если допустим 1 мая брать у меня был случай что люди работали именно в области да и туда но там даже офицеры которые ездят чекаловская там аэродром есть по прямой они там раза два останавливались за там за две недели условно говоря но это просто здесь вот ближе да там допустим не было было здесь на и по работе не быть удобно то тогда да если для проживания тут мне кажется невозможно сад ну только если из-за бюджета да надо понимать на что готовы идти до с чем готовыми то с чем допустим нет потому что если бюджет абсолютно маленький но у вас там условно два человека до семейная пара без детей и вы не можете себе позволить отдельную квартиру может снять комнату двухкомнатной квартире комнату с приличными там как часто часто бывает это вот одна хозяйка живет да там пожилая женщина такое тоже бывает очень часто и бывает же еще история когда вот пожилые женщины сдают эту комнату да например двухкомнатной квартире а на лето еще на дачу уезжают и вам остается есть да а может вообще они закрывают но по крайней мере в квартире в одни до такой тоже может быть оплатите вы при этом по договору когда говорили да то есть тоже общем удачный вариант что полгода вы живете одни полгода ну там с бабушкой касательно по расположению могу и своего кто привести пример то что непосредственно коснулась меня допустим только переехал в москву тоже стал вопрос о том чтобы снимать квартиру снимать квартиру я себе позволить не мог и комнату честно для меня я не смогу с посторонними людьми жить до своей девушкой буду честно жить с чужими людьми там оставлять ее там с чужими людьми пока я на работе да поэтому мы уехали в область сняли в области однокомнатную квартиру прекрасную квартиру по цене комнаты в москве добирались до москвы в течение там может быть года полутора у нас вполне все устраивало по крайней мере было тихо рядом был парк лес то есть транспортная доступность та же самая была маршрутки электрички то есть нет я готов был на это пойти она была готова поэтому уехали вполне себе нормально пока не появилась возможность уже приехать в москву ну да с местоположением же еще такая интересная ситуация что вполне возможно что человеку не так важно чтобы квартиры была там рядом с метро или прямо именно в городе есть же какие-то еще другие пункты локации которые для человека принципиально там место где он учится место где он работает может быть он снимет квартиру рядом с работой за счет того что это дальше от метро это будет дешевле но ему это сильно не помешает потому что ему зато близко на работу ходить верно у нас же определяющим фактором не квартира в москве а квартира там где тебе удобно хотелось бы жить итак мы с александром сейчас пошагово прошли весь путь арендатора до условно говоря квартиры его мечты сначала мы определили бюджет потом мы поняли какая нам подойдет локация место дальше мы посмотрели дом пообщались возможно с соседями осмотрели квартиру поговорили с хозяином и с риэлтором о возможности скидки о возможности привоза в эту квартиру новой мебели или какого-то мелкого косметического ремонта и вот у нас собственно наступает последний этап подходит время заключить договор александр если здесь какие-то подводные камни нужно ли на что-то обратить внимание нашему арендатору чтобы быть уверенным и вот уже со спокойным сердцем отдавать свои деньги ну да естественно при заключении договора всегда надо обращать внимание в первую очередь на сам договор да какие условия предусмотрены этим договором потому что договоры абсолютно могут быть разные в принципе форма какая-то одна но пункты могут дополняться обязательно присутствие непосредственно собственника квартиры кто сдает чтобы были в наличии все документы на эту квартиру а вот какие надо посмотреть какие надо документ свидетельство о собственности и документы основания по этому свидетельству если у вас договор купли-продаж значит должен быть договор купли-продажи свидетельство о собственности на эту квартиру. Если приватизация, соответственно, заявление, свидетельство о том, что вы приватизировали эту квартиру, сколько там собственников, это тоже надо понимать, потому что если у вас несколько собственников сдаёт вам только один, а другие могут быть с этим не согласны, это тоже играет роль. Может потом вылиться в проблемы, да? Может, да, может быть. Потому что один, там, ну, супруги сдала супруга, супруг против. Супруга получает деньги. Короче, лучше Лучше посмотреть на всех собственников. Обязательно, да. Обязательно посмотреть на всех собственников. Документы, еще раз повторюсь, обязательно посмотреть, прописан кто не прописан в этой квартире, это тоже надо понимать. Потому что от этого будет, ну вообще, какая-то привязка есть к квартиру этого человека, либо нет. И это, наверное, еще и на размерах коммунальных платежей. Обязательно, конечно. Чем больше прописанных, тем больше коммунальных. Соответственно, это тоже надо в дальнейшем будет проговаривать, потому что повлияет на цену. Что еще? Обязательно попроси сделать копию этих документов. Пусть они у вас будут, да, чтобы это как-то прилагалось. И паспортов, наверное, да? Паспорт, да, в первую очередь. Потом прописать все это непосредственно в договоре надо. Я имею в виду все свидетельства, документы основания, номера бланков, кадастрово-условный номер, который указан в свидетельстве. Это тоже нужно для того, чтобы потом вы могли сказать, что именно эту квартиру вы сняли, а не какую-то иную. И именно этот человек вам сдал эту квартиру. Непосредственно собственник. Чтобы не было какой-то двойной, да, пересдачи квартиры. Потому что случаи такие бывали. И на моем опыте случаи встречались, когда сдавали квартиру аж по семерым. Кто-то первый, кто приехал, с другой стороны закрылся, а остальные семеро ломятся к нему, мы эту квартиру арендовали. Такое тоже было. Поэтому непосредственно иметь дело только с собственником этой квартиры. Если несколько собственников, все собственники этой квартиры должны присутствовать при найме данного жилого помещения. А вот договоренности, которые мы сегодня упоминали по ходу беседы, там о ремонте, о том, что раскидываем депозит на несколько месяцев, это все прописывается в договоре под это есть? В дополнительном соглашении. Если это не указано пунктами прописанными, то это в дополнительном соглашении, которое в этом же договоре, не какая-то отдельная часть, а в этом же непосредственном договоре все это прописывается. И важно еще посмотреть за должности, чтобы за коммунальные платежи не было, чтобы с вас потом не списали. Хотя, наверное, привязать будет сложно, потому что у вас будет указано число, с какого момента вы... Но могут электричество, например, отключить вам внезапно, потому что предыдущие жильцы не платили. То есть это надо, да, это нужна какая-то справка? Да, это лучше все видеть. Это справка об отсутствии задолженности, она общая, да, это единый жилищный документ, а на электричество с МОСЭнерго берется. На электричество можно, в принципе, по звонку. Позвонить в МОСЭнерго, назвать адрес квартиры, вам такую информацию там предоставят. Именно на текущий момент задолженность, если она имеется, показания счетчиков вам тоже предоставят. Можете потом сверить это счетчиками. Правильно я понимаю, что после того, как договор подписан, можно уже осуществить передачу денег. Да. А с риелтор... Кстати, вот риелтору мы же тоже плачем деньги. На момент подписания договора прямо тут же, да. С ним тоже подписывается, как... Нет. В этом случае... Просто деньги передаются, как договорились, да? Как договорились. Александра, а вот к вопросу об оплате риелторских услуг. Все мы ведь знаем, что существует масса способов как-то, в принципе, обойти общение с риелтором. Там найти через соцсети, например, себе квартиру, там на каких-то еще там сообществах. Как вы вообще относитесь к такому варианту? Я понимаю, что вы как риелтор относитесь негативно, но вот все-таки объективно. Почему стоит именно с риелтором снимать квартиру? Или, может быть, это не так уж и обязательно? Я же порекомендовал людям больше брать риелтора, когда они снимают квартиру. Для того, что... Ну, здесь, помимо того, что он сэкономит вам время сразу подберет какой-то хороший вариант и посоветует, что действительно лучше, да? То, о чем мы говорили ранее. Где снять лучше квартиру в зависимости от стоимости, от расположения, от качества, да, квартиры, экономия времени. И, опять же, это анализ, первичный анализ документов, когда вы будете заключать договор с собственником. Анализ документов, потому что все-таки риелтор, он постоянно, каждый день в этом крутится, и это его специализация. Он понимает, куда надо обратить внимание, на какие пункты в договоре. А если его что-то не устраивает, он, соответственно, будет их оговаривать. Либо это будет убираться из этого договора, либо это будет как-то прописано в дополнительном соглашении. Потому что человек, когда приходит снимать квартиру, он уже в какой-то степени психологически, он уже снял ее и в ней живет, если она ему нравится. Риелтор же более с холодной головой к этому ко всему подходит. У него направлено на то, чтобы все это проверить досконально. Не было никаких ошибок, и потом это его клиенту не вышло боком. Здесь снижается абсолютный риск того, что вы в дальнейшем потеряете свои деньги и окажетесь в итоге с сумками на улице. Это тоже важно. Здесь какая-то своего рода юридическая поддержка у вас обязательно будет. В общем, если вы не юрист и не работаете в недвижимости, то для собственного спокойствия лучше заплатить эти деньги агенту недвижимости, чтобы он точно обеспечил вам какую-то безопасность на будущее. Вы будете знать, что с документами все в порядке, что никто вас не обманул, что вы не связались с мошенниками. В принципе, это стоит тех денег, которые мы платим риелтору. Несоизмеримо просто комиссия, допустим, в 50% от того, что вы заплатите за первые два месяца, за первый, за последний и последующий год, либо на тот срок, который вы будете снимать. Ну, вот и завершился наш не очень, как оказалось, сложный, но и не совсем простой квест по поиску и аренде жилья в большом городе с максимальной выгодой для себя и с максимальным удовольствием от этого снятого жилья в перспективе. И помогал нам сегодня разбираться в этом вопросе старший эксперт агентства недвижимости ФАКапитал Александр Богомолов. За что большое вам спасибо. Спасибо. Если у вас, а у вас наверняка возникли дополнительные вопросы, вот если они возникли, мы ждем их в комментариях к этому видео и обязательно вернемся ко всем вашим вопросам в наших следующих передачах «Правила съема». А с вами была я, Ольга Москвина. Спасибо, что вы провели это время у экранов своих компьютеров или планшетов, или телефонов, где вы нас смотрите. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok